Государство продолжает регулировать порядок осуществления медицинской деятельности. А именно, с 25 июня 2013 года в 291-е постановление, которое определяет порядок лицензирования медицинской деятельности, вносится еще одно дополнительное лицензионное требование, на котором я остановлюсь. Новое лицензионное требование заключается в том, что если медицинская организация работает психотропными, наркотическими веществами, либо их прикурсорами, то медицинская организация обязана ввести соответствующие специальные журналы и обеспечивать порядок их ведения и хранения. По факту, это лицензионное требование является новым, потому что те медицинские организации, которые с данными лекарственными веществами и прикурсорами работали, они уже данные специальные журналы ведут. По факту, лицензирующий орган получает право проверять данные лицензионные требования, которого раньше не было. Это связано с тем, что государство ужесточает контроль за оборотом наркотиков и наркотикосодержащих веществ. С моей точки зрения, вот это все пустая трата времени государства. Основной упор нужно делать не на контроль за медицинскими организациями, а за теми подворотними местами отдыха, где распространяются наркотики. Вот именно в этом месте можно осуществить уменьшение употребления наркотиков, а не через зарегулирование деятельности медицинских организаций. Тем медицинским организациям, которые стоят в планах ближайших проверок лицензирующим органам, нужно быть готовым к тому, что лицензирующий орган, скорее всего, более внимательно будет отслеживать, как вы выполняете новые лицензионные требования. И чтобы не попасть под административный штраф, заранее к данным проверкам и необходимости выполнения нового лицензионного требования, я бы порекомендовал подготовиться. К чему вам лишние административные расходы на штрафы?